Мы что-то пить даже ничего не взяли, да? Тут суп вроде бы, суп с водой. Так он уже впитался, это уже по-флотски. Ну, нормально. Всем привет, дорогие друзья. Привет. Добро пожаловать на наш Мукбанк-канал. Сегодня мы к вам со скромным столом. У нас королевский рамён. Скромный такой уже. Короче, это у нас, знаете, острющий шин-рамён. Есть чан-рамён, а есть шин-рамён. Чан, он так острый, но терпеть можно. А шин, насколько вот я помню, ещё с давних времён, как только приехала в Москву, брат его часто кушает. Жила у брата. И вот я не могла, например, весь пакетик содержимого вот этого перца высыпать себе в порцию. И я половинку, ну там даже треть где-то пакетика засыпала. А сейчас нам с тобой я высыпала весь. Вот, пока мы собирались на Мукбанк, здесь уже бульон впитался в лапшу. И немножко, наверное, подостыло, что есть хорошо, я считаю. Алексей изъявил желание ещё эти... Как их там? Арахисы? Давай, говорит, как во Вьетнаме. Фобо добавляли арахис. Давай, говорит, арахис. А лайм не надо было? Лайм? Да, не, не надо. Вот. Что ещё сказать? А, ссылку на рецепт королевского рамяна мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Я готовила как-то на камеру давно-давно, ещё только блогерством начинали заниматься. Так что есть рецепт, пользуйтесь. Здесь у нас и морские водоросли, и пашот где-то спрятан, и сосиски. О, как остро. Мы сегодня максимально к вам близки, потому что у нас нет ещё одной линии вот здесь салатов, да? Обычно отдаляем камеру, чтобы салаты тоже были в кадре. О, прям. Сегодня обессолаченные. Вкусненько. О, прям. Остро. Это, конечно, не 2XL. Но чемчан рамён острее, согласись. Ну да, наверное. А там горечь сладким перцем, ой, красным или чёрным перцем делается? Да. В рамёнок. В красный. Мы вчера отдыхали, ничего не снимали. А сегодня прям снимаем, быстро сейчас будем монтировать, рендерить и выставлять. То есть сегодня прям 22 число. Так бывает крайне редко. Обычно всё заранее. А сегодня 22 число и выйдет видео тоже 22 числа сегодня. Поэтому Барвин... Как прочитать? О. Ну да. Ю, наверное. Ю. Барвин Ю. Приветик вам огромный. Не, Ю по-другому пишется. О, короче. О. Олечка Алексеев, моего брата 22 марта, день рождения. Вы поздравили мою сноху, она была очень рада. Спасибо. Слушай, так классно, что мы людям радость доставляем, да? Казалось бы... Смех и радость мы приносим, Лёня. Да, да, да. Поздравьте, пожалуйста, и моего брата. Его зовут Жуков Денис Владимирович из города Орехово-Зуево, Московской области. Он тоже будет очень рад. Жуков Денис Владимирович, поздравляем вас с днём рождения. Желаем вам всего самого наилучшего, крепчайшего здоровья, любви, взаимопонимания. У вас классная сестра или брат? Или брат. Родственники. У вас классные родственники, да. Внимательные, заботливые. Вот пусть всегда они вам стараются доставлять радость. Ну, а мы будем только рады в этом помочь. Всего самого замечательного. Всего самого наилучшего, да. Так. Поздравили. Мы молодцы. Ох, как остро. Остро, остро. Райхан Суюнова. Слушай. Что-то вот, мне кажется, это прям... Зрительница наша с самого по тропе ездим, да? Ну вот, не видно было какое-то время её. Райхан Суюнова. Очень знакомое имя и фамилия. Значит, пишет. Здравствуйте, приятного аппетита, Олечка. 22 марта у нас праздник Наурус. Почему 22? Хотелось бы, чтобы вы поздравили этим чудесным праздником всех моих сестёр. 22, да? Ну да. Это либо... Райхан... Райхан... Поэтому 22 марта, не знаем в какой стране, но праздник Наурус. Поздравляем вас от всей души весеннего настроения, счастья, успеха, достатка, всего самого наилучшего. С праздником. А ты знаешь, откуда он есть пошёл? Нет, конечно. Вчера вообще был день весеннего равноденствия. То есть, день стал равен ночи. Есть осеннее равноденствие. Там, ну, день настолько сокращается, что становится равен ночи, а потом ещё короче становится. Это осеннее. А сейчас наоборот пойдёт. Да. И в интернетах пишут, что этот праздник, он даже не относится... Многие тюрский народ отмечают его. Вот так называют группу национальностей. Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Вот. Ну, и тех, кого мы сходу вспомнили. А так, группы тюркских народов отмечают. При этом, это праздник, можно сказать, доисламский. Ну, он, как в России, например, Масленица. Это не праздник, не, так сказать, не христианский. Потом уже к нему привязали прощённый день. Вообще, Масленица с блинами, это всё было ещё до христианства. Жигание чучела. Пошатик мой. И так далее. Вот. А это тоже. И этот праздник ещё пришёл из зороастризма. Зороастризм – это поклонение солнцу. Раньше была очень популярная религия. В некоторых странах она до сих пор ещё проповедуется. Например, где я в Баку родился, жил в Сурханы. Там есть храм, до сих пор действующий. Называется он Атиргях. Это сароастрийский праздник. Единственное, что он, я неправильно сказал, не солнцу, а поклоняется огню. Там раньше горели природные огни, сейчас горят искусственные. И туда приезжают люди из других стран поклониться. В частности, из Ирана. При этом в некоторых странах этот праздник был запрещён. Например, в Турции до 1991 года был запрещён Навруз. А сейчас празднует? Ну, если он до 1991 года, значит, сейчас разрешён. А в некоторых странах это до сих пор запрещён. Например, в Сирии. Это вся информация из странички Википедии. Это ты подготовил всё, что ли, дать? Нет, просто прочитал. Мне было интересно, как его называют. Все по-разному пишут названия. Я написал, стал думать, как правильно называть. Видел, что все названия верны. Вот, и немножко почитал. Как тебе острота? Старта хорошая. Меня устраивает. Я знаю, что в разных республиках есть по-разному традиции отмечания. Су-праздника. Но главное, как сказать... Нас тоже ёлочки по-разному наряжают. Но смысл один. Наступил Новый год. По сути, Навруз тоже как Новый год. А-ля Новый год. У меня вода есть, обращайте. Немножко. Мы не взяли с тобой напитки, но я дотянулась до подоконника. И слава богу, что на подоконнике вода. Все так пристают ко мне. Подоконник, подоконник. Нормальный подоконник. Все наши вот эти реквизиты хранятся на подоконнике. Ну а где ещё, друзья? Я не знаю вообще. Эти хейтеры-полухейтеры. Это ещё у нас нет жёстких хейтеров. Они себя называют высказывающие мнения. Оставьте его при себе. У нас как лежал реквизит на подоконнике, так и будет лежать. Да, Алексей? Комнат от ваших комментариев у нас не прибавилось в квартире. Вещи, реквизиты, как сказать, к съёмкам, тоже нам их каждый раз уносить куда-то в шкаф, приносить обратно, вообще неверно. Да. Мы снимаем каждый день видео. Я посмотрела на подоконник. То, что можно было убрать, убрала. А всё самое необходимое, ну фрукты, реквизит, пряники. Всё самое необходимое. Всё должно быть под рукой. Мы, может, квартиру выбирали специально с такими подоконниками, да, Алексей? И не для цветов вовсе. Да. У нас в этих комнатах, ну, в спальне и в детстве, у нас вообще мраморные подоконники. Это было от старых хозяев, от предыдущих, кого мы покупали. Да. И мы сперва репу чесали, думали, что с ним делать. Как кто-то из зрителей написал, как же тяжело быть в нашей стране блогером. Это действительно так, блин. Научат косо не смотреть. Детей воспитают. И, короче, замечания сделают. Вот этот. Мне кажется, это категория людей, как это сказать, которые примеряют на себя роль мамочки, да? Но почему-то применяют это не к своим детям. Примеряют на себя эту роль и применяют ее не в отношении своих детей, а в отношении каких-нибудь людей, блогеров чужих совершенно. Весь синдром тетки – это когда к чужим детям просто начинают учить, как надо делать, что надо делать, как одеваться, бла-бла-бла. Вот, да, мне тоже пишут, не трогайте волосы. Ты, кстати, идеален, у тебя волос нет. А мне пишут, не трогайте волосы во время еды. Не трогайте палочки, вилочки, ложечки. Ешьте так. Все, что в повелительном наклонении пишется в адрес нас, все воспринимается как хейтерство. Полухейтерство, если нет откровенных этих оскорблений. А все, что в повелительном наклонении, все это полухейтерство. Имейте в виду, кто вы есть для вас. А кто нас любит? Любит. В любом виде. И таких, слава богу, больше. Да? Да. О, остро. Нормально. Больше? Нет. Напишите еще, что я с горла баклажки пью. Ну, не с ложечки же мне пить, правильно? Или освободить вот эту тару и сюда налить. Ну, не взяли, да, бывает такое. Так подготовились. Мы спешили, потому что, знаете как, прям очень сильно спешили. А Алексей сейчас пойдет, еще поедет на работу, и ему уже через час надо быть на работе. А он еще сидит, кушает, еще на монтаж этот не поставил. Как называется? Видео Мукбанг. Вот это видео еще не поставил, да? Оно сегодня должно выйти, да? Это, конечно, отчасти я виновата. Ну, и он. Алексей тоже. Потому что я человек, которому нужно порядка 10 часов сна в сутки. Порядка. До 10 часов, скажем так. Да, я не могу спать 4-5 и нормально себя чувствовать. Я должна спать от 8 до 10 часов. Тогда я буду себя нормально чувствовать. Но Алексей не идет спать. Он мне говорит, иди спать. А я не могу. Я знаю, что если я пойду спать, когда я ему на мозги капаю, пойдем спать, пойдем спать, пойдем спать, я хочу спать, тогда мы идем часа в 3, может. Три полчетвертого спать. А если я на мозги не капаю и сама иду спать, то он ложится, ну, в 8 утра, в 9. Вот представьте, сутки человек не спал, да, и в 8-9 просыпается. Ой, засыпает, ложится спать. Ну, это не есть правильно, в первую очередь, для здоровья. Поэтому я, конечно же, за него переживаю. И уже с 12 ночи, с часу ночи, начинаю говорить, пойдем спать. И в итоге, когда я на мозге капаю, 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 мы часа в 3 полчетвертого идем спать. Вот. Но мне потом не хватает. Он просыпается, в 3 ляжет, в 8 встает, и все. Вполне работоспособен, а я нет. Мне надо до 12 теперь спать. Раз я в 3 легла, значит, до 12 мне надо спать. Ну, такие дела. Поэтому я виноват, что поздно проснулась. Время сейчас час. И вот я в 12 проснулась, пока все приготовила, пока мы сели. Снимаем. Вот сейчас без 5 час время. Вот. А Алексей виноват в том, что рано не пошел вчера спать. Со мной. Вот. Да, Алексей? Я, пожалуй, промолчу по этому поводу. Признаешь, что я иду? Ну, правильно. Конечно, лучше молчи. А то будет сейчас в эфире скандал. Нас спрашивают, ругаемся ли мы? Ругаемся, вот. Каждый день с 12 ночи. Ну как, если это можно назвать, да, руганием? Хороший, острый такой. Прямо вещь. Да. Шин с Чан не сравнится. Шин, он прям, мне кажется, произведен в Корее, да? Потому что там прям корейскими этими буквами написано. Шин, размен. Наверное. А Чан, он российский производитель делает его. Ну, российский производитель, учитывая, конечно же, потребности своего народа, не может сделать такой остроты сильной. Вот. Потому что в России такое острое сильно не кушают люди. Во всяком случае, большинство. Помнишь, мы ели с морепродукт? Нет. С курицей. Дошик. Он был менее жгучий для тебя. Красный перец вообще плавает, смотри. Да? И вот еще кусочек. Прямо. Я не помню, Дошик. Такой Дошик-Дошик? Который мы с Мадьяром. А, так он был вообще не острый. Его Миша запросто ел. Там не было вообще остроты. Не, Миша ел говядину. Курятин. Говядина острая. Говядина острая? Да. Говядина Дошика, она сравнима с чаном. Чан-раменом. Не такая острая, как Шин. Короче, целая наука. Раменология называется. Да. Ну, честно говоря... А где надо прийти поучиться? Или в этом магазине продуктового? А, типа того. Ну, честно говоря, чтобы приготовить королевский рамен, абсолютно неважно, какой будет рамен. Какая разница, куда добавить сосиски, пашота и морскую капусту. Правильно? Да. Могу в куриный бульон добавить, и будет королевский куриный бульон. Это как корона. Да? Добавляешь яйцо пашот, сосису и морскую капусту, и сразу превращается в королевское. Да. Мощно. Запомнили? Записывайте. А эти шкурки кушать можно? Можно, только отравишься. Честно говоря, мы пришли вообще покупать арахис для арахисовой пасты. Ни хрена у нас не получилось, в смысле приготовления. Вот. Но... Конечно же, я хотела купить сразу очищенный арахис, а мне продавец. Вот этот такой хороший, такой свежий, вкусный. Вот этот бери. Навязал, короче, вот этот в шелухе. Так мы с детьми делали потом арахисовую пасту. Ну, я не знаю, сколько времени убили, чтобы эту шелуху почистить. И, конечно же, никто не хочет теперь ее чистить. И вот... Ну, полгода точно лежат они у нас, да? Задолго до Нового года это было дело. Когда вот блендер покупали. Короче, лежат и лежат. И до сих пор я вспоминаю добрым словом этого продавца. Молоденький, симпатичный. Не то узбек, не то таджик, да? По-русски хорошо говорит. Не хватает пива к этому блюду. Короче, ты считаешь, что пиво купим, и орехи уйдут. Их никто и не ест просто так. Вот я сейчас на мукбанг выставила их. Думала, будем чистить и в рамен класть. Но нет. Прямо со шкурки пошло, видите? Никто не хочет чистить. Я вообще не понимаю, зачем мне такой арахис навязали. Любая шелуха, кожура, она выполняет очищающую функцию. Очищает организм, выводит излишства всякие нехорошие. Поэтому рекомендуешь есть с кожурой. Да? В следующий раз... Морковка прям живая. В следующий раз, короче, берём с кожурой без кожуры, с кожурой для тебя и без кожуры для нас, да? А что ж ты тогда полгода вот этот вот 300 грамм арахиса до сих пор не съел? Может быть, потому что ты сказала, что ты не съезжай, детям оставь. Ты путаешь. Я тебе так сказала про сушёные яблочки, которые от бабушки привезли. Про арахис такого разговора не было. Но он эти сушёные яблочки привезли, я не знаю, пакетища огроменные, вот такое. Пока дети в школе, он уменьшался, 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 и сейчас вот где-то вот столичка осталась в пакетике. Там все руку приложили. И Миша, и Олег. Не знаю, я ни одного яблочка не съела. Ни одной долечки. А детей не видела. А как ты туда постоянно ныряешь, видела? Понятно. Поэтому не все туда руку приложили. Не видел, не знаю. Правильно? Ты прикладывал туда больше всех. Сейчас скажут, опять тебе в рот заглядываю. Да? Да. Ой, водичка прям в тему пошла. Всё. Наелась, напилась. Можно идти... Спать. Отдыхать. Я что-то проснулась. Ой. Но... Так, а мы всех поздравили, да? Никого не забыли? Ещё было. Вот. Злата Иванова. Чуть-то я не пролистала сразу вниз. Здравствуйте, Ольга Алексея. Приятного аппетита. Поздравьте, пожалуйста, племянницу Макарову Милану. С днём рождения. 22 марта ей исполняется 12 лет. Миланочка Макарова, с днём рождения тебя, дорогая. Всего тебе самого хорошего. Отличных отметок, лёгкой учёбы, крепкого здоровья. Чтобы у тебя было всё, что ты... Всё, о чём ты мечтаешь. Всего самого замечательного. Так, теперь все? Проверь. 24. Все. Теперь все. Теперь все. Так, напиши, пожалуйста, в названии ролика, что поздравление смотреть до конца, а то Злата обидится и скажет, не поздравили мою племянницу. Да? Ну, идёшь, смотрит до конца. Да? Ну вот, Злата, придётся нам до конца смотреть. Это увлеклась разговорами и сразу не пролистала до конца вниз. Я обычно сажусь и пролистываю все наши вот эти вот записи. А Алексей крупный мне старается писать дату и день недели. Поэтому человеческий фактор, но мы стараемся, конечно, никого не пропустить, но человеческий фактор никто не отменял. Вот. Мы уже наелись. Алексей будет на работу собираться сейчас убегать. Будем заканчивать это видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Или привет, или вопрос. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите ещё. Увидимся снова. Пока-пока. Продолжение следует... Вообще. На которой... ...